Приветствую, друзья. Противовоздушная оборона авиабазы Хмеймим в Сирии, организованная российскими военными, показывает ее эффективность, а зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1» доказали способность бороться с беспилотниками. К такому выводу пришел испанский военный эксперт, автор военного блога «Аналитика войны», публикуя инфографику о насыщенности системами ПВО российской авиабазы. В своем блоге автор пишет, что сирийские боевики в очередной раз предприняли попытку атаки российской военной авиабазы Хмеймим. Однако средства ПВО-базы успешно предотвратили налет, сбив все запущенные ракеты. По его убеждению, русские создали достаточно эффективную систему противовоздушной и противоракетной обороны, насыщенную различными зенитными комплексами и средствами радиоэлектронной борьбы. Несмотря на большое количество произведенных на базу атак с помощью ракет и беспилотников, выстроенная система за все время своего существования не допустила ни одного попадания, перехватывая цели на подлете к авиабазе. Дальний перехват обеспечивают зенитные системы С-400, которые пока не применялись из-за отсутствия для них целей. Основная оборона базы в ближней зоне возложена на ЗРПК «Панцирь-С-1», который перехватывают не только беспилотники, но и снаряды РСЗО, обстрелы которыми ведутся периодически с территории провинции Тлип, находящейся под контролем боевиков. Кроме того, Россия разместила на Хмеймим ЗРК «Тор-М-2». При этом автор утверждает, что Торы размещены на Хмеймим для проверки их в боевых условиях. Они из-за якобы низкой эффективности «Панцирей». Цитата. «Если бы ЗРПК «Панцирь-С-1» был бы не способен перехватывать цели, то его бы заменили на тот же «Тор-М-2». А русские этого не делают. Соотношение «Панцирь-Тор» на авиабазе составляет 6 к 1. Русские заинтересованы в развертывании серьезной обороны. Ведь угроза удара по базе реальна». Конец цитаты. За время нахождения на боевом дежурстве на авиабазе Хмеймим ЗРПК «Панцирь-С-1» сбили более ста беспилотников различных типов, запущенных сирийскими боевиками, что доказывает их эффективность в организации противовоздушной обороны в зоне ближнего действия. Подводит итог «Испанец». Так вижу, друзья.